У меня на столе проект постановления правительства о перечне процедур исследований и манипуляций, относящихся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность. То есть вопрос о лицензиях, разрешениях, запрещениях. Когда-то очень серьезно этот вопрос был поднят не только бизнес-сообществом, но и обычными людьми, особенно теми, кто будет заниматься вот этими видами деятельности, на которые надо будет лицензия, разрешение. С тех пор, когда мы сделали много шагов по тому, чтобы убрать лишние разрешительные темы и вопросы, и дали свободу большую людям и обществу, и бизнес-структурам, с тех пор я контролирую эти вопросы. Вопросы, в том числе лицензионной деятельности. У меня есть круг людей, которым я могу сказать, так, вот вы посмотрите, что будет Минздрав лицензировать. Надо это нам или не надо. Я не увидел отторжения проекта постановления, основу которого заложили, конечно, в Минздраве. Но я подумал, что не лишне будет еще раз вернуться к этому вопросу с вами и обсудить эти вопросы, вопросы лицензирования. Может, мы где-то слишком пытаемся зарегулировать те иные процессы. Очень вот, к примеру, задавали вопрос массаж. Надо, чтобы Минздрав лицензировал массажи, требуя от конкретных людей, чтобы они чуть ли не врачами были. Или не надо. Может быть, другие какие-то будут вопросы. Мы еще после разговора с вами, я еще раз со специалистами посмотрю на этот проект постановления правительства. Но мы с вами должны исходить из того, что лишней зарегулированности быть не должно. Это ни к чему хорошему не приведет. Это мы лишних чиновников будем держать. Ну и это будет просто злить определенную часть тех работников, которые хотят, допустим, заниматься этим массажем или еще какими-то процедурами, которые не сравнились с хирургическими операциями. И надо ли нам вмешиваться в подобные вещи. Дошло до того, что уже, как меня информируют, приходят там санстанции, вместо того, чтобы заниматься пандемией, смотрят, а вот на полу плитка. И на стенке плитка. Вот это нельзя. Надо, чтобы были обои. Уже до такой дикости доходят. Поэтому я просто хочу вас предупредить, что ведомственности здесь быть не должно.